Санитажное кирпичное здание полностью разрушено. По данным на этот час 36 человек погибли, из них 18 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 18 лет. Скорбный список жертв этой трагедии увеличивается буквально с каждым часом. По данным мэрии, в 64 квартирах уничтоженного дома прописаны 120 человек. Сколько из них реально находились в здании на момент взрыва, пока неизвестно. Многие представители спецслужб, которые сейчас работают на месте происшествия, практически не сомневаются в том, что это был теракт. Слово Андрея Кондрашова. В настоящее время на месте трагедии работает тяжелая техника. Гусеничные экскаваторы расчищают заваленные глыбами подъездные пути к дому. В эпицентре взрыва 56 пожарных бригад, МЧС и спасатели. По словам представителей МЧС, на месте этого взрыва спасенных может оказаться еще меньше, чем на улице Гурьянова. В отличие от бетонных плит, кирпич в руинах практически не оставляет полостей. По данным на этот час из руин извлечено 30 тел погибших, из которых несколько детей. По информации медицинского штаба, раненые поступают лишь из соседних домов, пострадавших от взрыва. Четверо взрослых и двое детей доставлены в травматологические отделения в тяжелом состоянии. О причинах взрыва пытаются не говорить по одной причине. Практически ни у кого нет сомнений, что это очередной теракт. В качестве основной эту версию прорабатывают и представители ФСБ, работающие на месте трагедии. Мы фактически сходимся на том, все причем службы сходятся на том, что схема используется одна и та же, что несколько дней в печатниках. Подбирается складское помещение на первом этаже, либо в подвальном помещении какого-либо здания. Под наем происходит этого помещения, возможно, на подставных лиц, на определенный, на короткий буквально промежуток времени, якобы для складирования каких-то товаров. В это время заводится взрывчатка и в ночное время суток происходит взрыв. Уголовное дело, заведенное по факту взрыва на улице Гурьянова, теперь объединяется с делом о сегодняшнем взрыве. По словам главы московского МВД, есть все основания заявлять, что оба происшествия – дело рук одной банды террористов. Есть объективные данные, что данное преступление совершено с той же самой группой, что и на Гурьяновской улице. Сейчас все подъезды соседних домов взяты под охрану. По некоторой информации, в подвале дома номер 8 обнаружены два ящика со взрывчатым веществом гексогена. Если этот факт подтвердится, заявляет ФСБ, то впору говорить о начале террористической войны. Примерно два часа назад информационные агентства сообщили, что ящики со взрывчаткой обнаружены еще в трех зданиях на Каширском шоссе. Их нашли в подвалах домов номер 8, корпус 1 и 2 и в школе номер 543, в которой развернут временный штаб спасательной операции. Жители близ лежащих домов были срочно эвакуированы, но позже выяснилось, что, к счастью, тревога была ложной. В найденных ящиках был растворитель, гексан, а не взрывчатка, гексоген. Это преступление, причем преступление гнусное. Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству. Это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверх жестким. И что могут сделать простые люди? Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. Нужно внимательно относиться ко всем случаям подобного тому, который сейчас имел место. Сдача в поднаем служебных помещений, жилых помещений. Своевременно сообщать правоохранительным органам. В Москве 30 тысяч домов, они все будут взяты под контроль. Чуть меньше в других крупных городах России. Все тотально должны быть взяты под контроль. Это будет сделано уже сегодня. Но передоверять всю работу чиновникам, это дело неблагодарное. Поэтому я думаю, что будет правильно, если люди сами внимательно будут относиться к тому, что происходит вокруг них. Обязанность государства действовать решительно, энергично, не откладывая ни на секунду. Сейчас у нас на прямой связи наш корреспондент Андрей Румянцев, который находится у дома номер 6 по Каширскому шоссе. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Аня. Андрей, давайте уточним последние данные. Сколько человек на этот час извлечено из-под завалов? Дело в том, что только что в оперативном штабе закончилось совещание, в котором принимал участие мэр Москвы Юрий Лужков. Он вышел к журналистам и сообщил последние данные, печальные данные. На сегодняшний момент погибло 34 человека. Точнее, 34 человека извлечены из-под обломков. Как сказали нам в Центре общественных связей ГУВД Москвы, который работает здесь же в оперативном штабе, еще 4 человека были госпитализированы и 6 человек обратилось за помощью. Вот такая статистика. Анна. Андрей, скажите, а что говорят спасатели, те, кто работает сейчас на месте происшествия? И у тех, кто остается под завалом, есть еще шансы на спасение? Ну, нам удалось пройти прямо к завалам. Как вы знаете, после сообщения о том, что якобы там нашли взрывчатку, всех журналистов отодвинули от места происшествия на 300-400 метров. Нам удалось подойти поближе. Мы узнали, что спасатели все еще надеются. И говорят, что во многом зависит, удастся спасти кого-то или нет, от того, как сложился дом. Если в доме образовались ниши, то, может быть, там кто-то еще остался живым. Но, к сожалению, надежда на это не очень большая. Вот с раннего утра, как здесь находятся наши съемочные группы, к сожалению, прибавляется только список погибших. Никого вот после 10 утра не удалось найти живым, к сожалению. Анна. Андрей, скажите, а что говорят следователи? По какой статье возбуждено уголовное дело? Сейчас сложно сказать, какая статья. Дело в том, что вам, наверное, известно, я слышал в наших материалах, подозревается тот же самый Лайпанов. Это человек, лицо, которое причастно, по всей видимости, к взрыву. И здесь его уже называют организатором взрыва в печатниках. И организатором взрыва здесь. Вы, наверное, видели, что ГУВД обращается ко всем предпринимателям, кто, может быть, имел коммерческие связи с этим Лайпановым, немедленно обращаться в ГУВД. Как нам заявили в Центре общественных связей, такие обращения уже есть. Они проверяются сейчас. И еще один момент. Появили сообщения, что якобы Лайпанов это не совсем настоящее лицо, возможно, подставное. Так вот, нам их опровергли. Сказали, что Лайпанов это абсолютно реальное лицо, только никому не известно, существует ли у него только один паспорт, или есть другие на другие фамилии. Я бы хотел еще дополнить по поводу оперативного совещания, которое прошло с участием Лужкова. Дело в том, что Юрий Михайлович пообещал, что в Москве будут происходить чистки. Он уточнил, что это все, видимо, будет происходить в рамках закона, но чистки он обещает и борьбу с криминалитетом обещает усилить. Анна? Андрей, скажите, а не говорил ли что-нибудь московский мэр по поводу того, как будут помогать тем, кто выжил в результате этой трагедии? Естественно, что это один из вопросов, который обсуждался на совещании, но сейчас я могу только сказать, что на стенах домов, на всех стенах домов, которые окружают место этой трагедии, уже вывешены конкретные телефоны, вывешены конкретные адреса, куда могут обращаться пострадавшие, где они смогут получить горячее питание, одежду, и где им помогут с похоронами погибших. Ну что ж, Андрей, я надеюсь, что к следующему выпуску вам удастся записать эти телефоны, и в следующем выпуске нашей программы, которая выйдет в эфир в 14 часов по московскому времени, мы сообщим об этих телефонах всем нашим зрителям. В понедельник в России объявлен днем траура по погибшим в результате взрывов в Москве и Буйнахске. И хотя еще не доказана связь между двумя этими преступлениями, одно из которых совершено в охваченном войне в Дагестане, а другое в одном из спальных районов столицы, в общественном сознании отпечатывается простая мысль, оба взрыва как близнецы и братья. И в том и другом случае большое число жертв, настоящие трагедии и чеченский след, с которым практически единодушно связывают сегодня обрушившиеся на Россию несчастья. Сегодня, когда о случившемся в печатниках все чаще говорят, как о террористическом акте, выдвигают основную версию. На первом этаже дома номер 19 по улице Гурьянова находилось нежилое помещение, которое, по данным правоохранительных органов, длительное время пустовало. Именно там, как подозревают специалисты, и была заложена взрывчатка. По некоторым сведениям прокуратурой арестованы арендатор и посредник, при помощи которого ключи от помещения за 4 или 5 дней до взрыва они передали третьему лицу. Именно этого человека сейчас разыскивает следствие, и его фоторобот милиция расклеивает вместе с портретами другого предполагаемого преступника, которого, в свою очередь, подозревают в причастности ко взрыву на Манежной площади. Похоже на сегодня, это самая существенная зацепка, на которую опирается следствие, после того, как другие версии, по видимости, отпали. Специалисты сейчас говорят о том, что, скорее всего, в доме номер 6 на Каширском шоссе было заложено от 150 до 200 килограммов тротила. Правда, они не знают, тротил ли это было, или другое вещество, но, тем не менее, в тротиловом эквиваленте это выглядит так. И, как считают специалисты, взрывчатка была заложена именно в подвале. Ну, собственно говоря, об этом уже рассказывали представители спецслужбы правоохранительных органов. Еще какая информация? Буквально 5 минут назад из подобломков рухнувшего здания вынесли тело еще одного погибшего. Таким образом, вот этот вот страшный отсчет достиг цифры в 26 человек. Это пока вся информация, которую мы располагаем. Андрей? Это Адольф Владимирович Мишуев. Он академик, профессор, доктор технических наук из Московского государственного строительного университета взрывоустойчивость. Адольф Владимирович, скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, каковы характеристики взрыва, который произошел здесь, на Каширском шоссе? Моя бригада, люди работают здесь, поскольку мы единственная организация, имеющая лицензию по таким вопросам и так далее. Вот по характеру того, что вот я вот смотрю сейчас, вот окно и так далее, не знаю, какой момент. Могу сказать, на данной стадии я могу ошибаться полтора-два раза. Более точно это будет, наверное, через день-два окончательный расчет. Но минимум это порядка 130 килограмм тротилогексогеновой структуры. Максимум порядка 250 килограмм. Больше не могло быть, потому что больше было бы разрушение окружающих домов. Пока такой вариант. Какие-то остатки взрывчатого вещества удалось обнаружить? Это занимаются одни. Мы делаем прогноз на основании вот того разрушения характера, который есть, и что в округе произошло. Где разбиты окна, где выбиты балконы и так далее в этом плане. Где была заложена взрывчатка? Скорее всего, взрывчатка была заполнена вот ближе к той стороне. То есть она была заложена под домом или рядом с домом? Характер, если бы взрыв был, например, на этаже, то характер разрушения было бы другой. Гораздо больше здесь бы было разрушений. Но этот дом меньше пострадал бы. Поэтому работали высокие профессионалы с сатанинской душой. А они знают, где это. Это, безусловно, в подвале. А, безусловно, в подвале. Если, говорят, версии припаркованной машины, то характер разрушений был бы другой. Намного больше было бы разрушений в этом плане. Поэтому именно, скорее всего, это в подвале. Потому что нарушается прочность фундамента, и дом сам уже оседает. Вот характер этого разрушения такой. Многие разрушения вызваны от падения самих конструкций, верхних. У этого, думаю, еще одна особенность, то, что он кирпичный. Здесь практически, наверное, не осталось укрытий, в котором могли бы находиться люди. Как это бывает при взрывах панельных домов. Так ли это, насколько я понимаю? У нас очень большая статистика. В частности, взрыв бытового газа, это на Щербаковской улице. Помните, год назад. Вот там как раз сыграла роль, во-первых, вред евроремонта. Ну, я немножко, конечно, утрирую. Ради бога, пусть занимается. Но когда окна становятся более прочные, то вот бытовой газ, который мог бы ограничиться хлопком, он в силу прочности стекол не разрушены было, а стекление. А потому давление было в 3-12 раз выше, чем могло бы быть, если бы обычное было стекление. И поэтому разрушение одного этажа, а дальше я отвечаю на ваш вопрос. Кирпичная кладка вот за счет своего веса обрушалась. И обрушение было в течение нескольких минут на Щербаковской. Здесь классический взрыв. Классический взрыв – это взрыв тротила, гексодена, ну, если хотите, ядерный взрыв. А объемные взрывы часто бывают вместо детонации, есть такое слово – дефлаграции. То есть достаточно быстрое горение, но не детонация, при которой тоже повышается давление. Вот так характер такой. Спасибо большое, доктор Владимирович. Граждане России, сегодня день траура, на нас обрушилось новое горе. Снова прогремел взрыв. Снова жертвы. Еще один ночной взрыв в Москве. Нам, народу России, терроризм объявил войну. Необходимые приказы я уже отдал. Начинает работать оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Его руководителем назначен министр внутренних дел Рушайла. Он будет координировать действия МВД и других силовых ведомств. Мы живем в условиях угрожающего распространения терроризма. А значит, необходимо объединение всех сил, общества и государства для отпора внутреннему врагу. У этого врага нет совести, жалости и чести. Нет лица национальности и веры. Особо подчеркну, национальности и веры. Борьба с терроризмом уже не может оставаться делом только милиции и спецслужб. Ситуация ставит нас перед жесткой необходимостью проявлять волю и объединить усилия. Надо консолидировать власть перед лицом страшной угрозы. Федеральные и региональные органы должны работать как единое целое. Правительство, парламент и администрация президента обязаны действовать как слаженный механизм. Особое внимание обращаю на пресечение вылазок террористов в столице. Мы понимаем, как трудно сейчас в московской мэрии Юрию Михайловичу Лужкову. Я окажу ему всю необходимую помощь и поддержу в эти нелегкие дни. Уважаемые граждане, глубоко скорблю по погибшим. Выражаю соболезнования их родным и близким. Наша боль безмерна. Но я призываю вас проявить выдержку. Главная цель бандитов запугать народ. Постереть панику и страх. Я уверен, этого они не дождутся. Лучшим ответом террористам будут ваша бдительность и спокойствие. Сегодня от каждого из вас зависит, насколько эффективным будет борьба с этим злом. На вызов бандитов власть ответит адекватно, жестко, быстро, решительно. Только что на связь с нашей студией вышел корреспондент новостей общественного российского телевидения Роман Мельник. Он продолжает работать на месте трагедии на Каширском шоссе. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Около 15 минут назад, когда началась наша программа, информационное агентство сообщали о 46 жертвах взрыва на Каширском шоссе. За это время число погибших пополнилось или нет? Сразу отвечу на вас вопрос. Да, пополнилось. Дело в том, что сейчас на месте трагедии работает очень большая группировка сил пожарных и спасателей. Всего там где-то работает около 700 человек. По данным на половину шестого спасателям удалось разобрать где-то 20% завалов. И они уже приближаются к нижним этажам. Как правило, в таких ситуациях число погибших резко возрастает. Поэтому вопрос о последних данных о количестве погибших, пострадавших, я хочу адресовать полковнику Курякову. Он сейчас является одним из старших офицеров штаба. И я думаю, он, как никто лучше, сможет вам об этом рассказать. На этот момент из-под завалов данного здания по Кашевскому шоссе дом 8, корпус 3, извлечено 40 погибших, взрослых, 7 детей и 10 фрагментов тел, которые нашли под завалами данного здания после взрыва. Игорь Викторович, скажите, пожалуйста, чем сейчас занимаются ваши подчиненные? В начальной стадии на место пожара было выслано 31 отделение. Общее количество где-то 310 человек. На этот момент работают 14 основных отделений, около 100 человек, которые вместе с спасателями организуют расчистку завалов и отыскание погибших и пострадавших. Спасибо. Кирилл? Роман, скажите, а удалось за последние несколько часов извлечь кого-то живым из-под развалин? К сожалению, нет. Потому что последний живой человек, ну они же, наверное, были первыми. Сразу после взрыва удалось спасти четверых и все. С тех пор из-под завалов достают только тела погибших. Роман, на уровне какого этажа сейчас находятся аварийные бригады, которые разбирают завалы? Сейчас по-разному. Потому что по краям это где-то уровень, наверное, 5-6, а в центре завала это 4-5 этажей. Кирилл? Роман, в первые часы после взрыва мы видели, что над развалинами поднимался дым. И пожарные говорили о том, что где-то внизу, вероятно, есть очаги возгорания. К этому часу их удалось потушить или нет? И снова отрицательный ответ. Дым идет из завала до сих пор. Дело в том, что в подвальном этаже этого дома располагался мебельный салон. Да и, в общем, в квартирах было достаточно мебели. Поэтому для огня там очень много пищи. И как только спасатели вскрывают очередной пласт завала, поступает кислород и огонь вспыхивает с новой силой. Роман, скажите, кто из властей координирует спасательные работы на месте? Кто занимается этим сейчас? Ну, здесь довольно много представителей власти. Дело в том, что здесь работают и начальство МЧС на уровне руководителя Центрального регионального центра по делам ГО и ЧС. Сейчас периодически на месте происшествия появляется начальник ГУВД Москвы. К 8 часам ожидают приезд Лужкова. Появляются министры. В частности, была Валентина Матвиенко. Она заявила, что, конечно же, помощь будет оказываться тем, кто пострадал от взрыва на Каширском шоссе. Я помню, я буду. И, вероятно, требуется установить специальное освещение. Ну, спасатели говорят, что по опыту, по печальному опыту, который они уже имеют по разборке завалов на улице Гурьянова, разбирать здесь придется примерно столько же, то есть двое суток. Что же касается специальных осветительных приборов, то на крыше близлежащих зданий уже установлено несколько мощных прожекторов, они уже работают. Я думаю, что недостатка со светом не будет. Теперь, то, что касается тяжелой техники. Да, она подтягивается к месту катастрофы, к месту чрезвычайного происшествия, но пока и погрузчики, и экскаваторы работают только по краю завала. Дальше они не продвигаются, и основную массу мелких обломков спасатели по-прежнему разбирают вручную. Роман Мельник, специальный корреспондент новостей общественного российского телевидения. Спасибо, Роман, мы продолжаем. Взорванный дом на Каширском шоссе был сложен из кирпича, и это практически не оставляет шансов найти живых людей под руинами. Там практически нет пустот, в которых могли уцелеть те, кто находился в этот момент в здании. И, тем не менее, надежду спасателям придает сегодняшний случай. В первые минуты после взрыва аварийным бригадам удалось извлечь из-под завала живого человека. И сейчас вы увидите эти уникальные кадры, снятые оператором МЧС. Около шести утра. Спасателей вызвали к дому на Каширском шоссе. Короче, отзвонитесь на базу, полностью подтверждаем все. Тихо-тихо-тихо, смотри, не шевелись, належи. Вот под плитами слышатся стоны. Там живой человек. Ему делают инъекцию обезболивающего. Пока к нему пробиваются, он временами теряет сознание. Наверное, надо гидравлику разворачивать. Так, надо это поднять, да? Давай, давай, ломку так. Ну что, попробуй. Не полегче, нет? О, пошла вверх. Умница. Вот, стоп. Наконец, спасатели достают мужчину из завала. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. А-а-а! Паш, ты вовольно. Ну, понимаешь, Паша? На Петров, поймешь. Я понимаю, понимаешь. У него сломано несколько ребер и серьезно повреждены ноги. Здесь посмешает. А-а-а! Спасенный смог сказать, что его зовут Юрий Аркадьевич. Так. Это та же бригада аэромобильного отряда МЧС, или, как ее называют, бригада Центроспаса, которая работала на развалинах дома на улице Гурьянова. Смена у них раз в три дня, и это второй взорванный дом за две последние смены. По зловещей иронии судьбы, сегодня спасатели разбудили двух взрыва. Их база располагается совсем недалеко от места новой трагедии. Параллельно с поисками людей пожарные тушат пожар. Кажется, тут упал балкон восьмого этажа. Развалены две мяса, и у поисковых собак горят лапы. На месте, где лает поисковая собака, может быть живой человек. И там ставят специальный буек. Окрестные деревья спиливают, чтобы было легче разбирать завалы. Моросит дождь. Рассвело. Вот так выглядит взорванный восьмиэтажный дом. Елена Погребишская, Павел Кичагов, Виктор Юрчук, ОРД. В общей сложности число раненых в результате взрыва на Каширском шоссе составляет около 40 человек. Несколько из них находятся в критическом состоянии. То, что взрыв на Каширском шоссе, продолжение трагедии на улице Гурьянова, подтверждают и показания свидетелей. Судя по всему, склад в подвальном помещении дома был сдан субаренду Мухиту Лайпанову. Однако в правоохранительных органах не сомневаются, что за него себя выдает другой человек. Дело в том, что достоверно установлено, что Лайпанов погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае в феврале этого года. И преступник или группа преступников просто прикрываются его паспортом. Сейчас на своих экранах вы увидите фоторобот человека, который, по всей видимости, выдает себя за Лайпанова. ГУВД столицы обращается ко всем жителям города и, в первую очередь, предпринимателям со следующим обращением. Если в последнее время этот человек снимал офис или помещение под склад, немедленно позвоните в милицию, чтобы, возможно, предотвратить новую трагедию. И подобная информация уже поступает в органы внутренних дел. Мужчину, приметы которого совпадают с оставленным фотороботом, в минувшие четверг и воскресенье видели жильцы одного из домов на улице Народного ополчения. Сегодня днем спецслужбы провели там проверку о том, как она проходила в репортаже нашего корреспондента. События на улице Народного ополчения в доме 43 развивались по всем законам детективного жанра. Ровно в 11 в двери жителей дома позвонили сотрудники уголовного розыска и, ничего не объясняя, попросили покинуть квартиры. Я недолго думаю. Схватила паспорт и в кофточке выскочила. Ничего не объясняли? Ну, объяснили, что надо оставить, и есть подозрения. Какое подозрение? Ну, я почему-то сразу поняла, какое может быть в наше время. Уже через 15 минут во дворе дома 43 были представители всех оперативных служб города. В подъезд зашел кинолог с собакой с сапером. И только через 4 часа милиция объяснила собравшимся людям и многочисленным представителям прессы, что же все-таки произошло. Жители этого дома позвонили, что видели два дня назад, вернее, опознали фоторобот, показанный по телевидению. Видели, что этот человек уходил из этого дома, одна жительница ехала в лифте с ним и сообщили нам. Мы сейчас, значит, обследовали дом на предмет зарычества вещества. Ничего не нашли? О большой вероятности того, что жители этого дома на улице Народного ополчения видели именно этого человека, говорит сразу несколько фактов. Во-первых, его здесь видели не один раз. Во-вторых, видели сразу несколько жильцов. И, наконец, предполагаемый преступник предлагал жильцам сдать свою квартиру именно под офис. Его интересовали только первые и вторые этажи. И еще мы выяснили, что человека, которого в оперативных сводках именуют как Мулит Лайпанов, видели не только на улице Народного ополчения. Во время ежедневных проверок, которые с четверга проводят представители правоохранительных органов и местной управы, фоторобот опознал в субботу партия гостиницы «Алтай», что недалеко от Останкина. Этот человек поселился здесь в августе. Причем по гостиничной книге двухместный номер он снимал два раза. И каждый раз его регистрировали именно как Лайпанова Мулита. У нас работает одна женщина партия. Она профессиональный художник. Память на лица у нее великолепная. Поэтому, когда предъявили фоторобот, она опознала в нем разыскиваемого человека. В гостинице говорят, что ничем особенным из жильцов Лайпанов не выделялся. Разве что вел себя очень тихо. Во всех московских гостиницах ужесточен паспортный контроль. Гостей столицы проверяют как минимум два раза в день. Павел Получик, Валентина Борисова, ПРТ. 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 это делают.